Ну что, друзья, вторая серия по Automation Empire. Видел лайкосики в ваших комментариях, поэтому продолжаем снимать эту игрушку. Ну, слушайте, как вы помните, в прошлой серии мы остановились с вами на том, что строили вот этот самый завод. Мы сюда уже привезли приличное количество железной руды, и я собираюсь ее перерабатывать в рефинерах, которые мы открыли в прошлый раз. Ну что ж, давайте думать, как с этим совсем поступать. У нас здесь есть куча выходов из этого чана, где копится эта руда, и нам нужно построить такую систему, которая бы быстро и оперативно перерабатывала бы эту руду и выгружала бы в другой чан для отправки уже на экспорт. Ну что, интересно? Ну тогда поехали! Однако, прежде чем я буду строить всю систему переработки, которая здесь у меня будет организована, я, пожалуй, буду увеличивать поставки. Ну, это не совсем правильный подход, потому что нужно сначала делать все-таки переработку и экспорт, а потом уже увеличивать поставки ресурсов. Но я сделаю, пожалуй, все на бекрень и буду увеличивать поставки самой руды, даже если ее будет слишком много. Ну, для начала, я хочу убрать вот этот огромный чан, я думаю, он слишком огромный, и, в принципе, мне не нужен такой уж прям огромный. Поэтому я просто его удалю и буду переделывать саму систему подачи ресурсов. Что именно я, смотрите, сейчас сделаю? Конечно же, для начала я построю еще несколько добытчиков. Где мои добытчики? Вот они, вот такие. По 15 тысяч вполне нормально. Подключаем сразу же их к лепестричеству. Они сразу все начинают добывать. Мы видим, что ресурсы здесь копятся. Здесь вот уже 3 из 10, а единичка из 10. Кстати говоря, чем сложнее ресурс, тем, похоже, дольше он добывается. Один раз добывает в 11 секунд с углем, я помню. У нас были здесь другие циферки. Один раз в 10 секунд. То есть железо добывается чуть сложнее угля. Итак, нам нужно, чтобы из вот этих самых штукенций выкачивались ресурсы. Мы можем сразу, конечно же, поставить трубы. Вот такие. Может быть, так и правильно будет сделать. Не знаю, не скажу. Но нужно нам отталкиваться от того, каким образом мы сможем прокладывать, удачно прокладывать рельсы. Соответственно, нам нужно проложить их таким образом, чтобы они проходили вдоль вот этих самых добывающих вышек. Ну, давайте попробуем сейчас осторожненько проложить. Как-то вот так. А потом она пойдет вот сюда. Вот так вот дорога пойдет. То есть я хочу здесь сделать кольцо, по которому мы будем ездить по кругу и собирать ресурсы. Ресурсы. Да, мы видим, что идея совершенно неудачная была сделать так. Хотя, ну, хотя хрен с ним. Нормалек. Делаем поворот. Дальше мне нужно будет немножко сместить, я думаю, сам путь. Выбираем вот такой трек шахты. И вот так вот мы его вот сюда должны будем поставить как-то. Блин. Не очень удачно. Давайте я чуть-чуть переделаю. Поставим несколько таких вот скосов. А, можно только один, прикиньте. Можно только один поставить такой скос. Так. И у меня не получается это сделать простыми скосами. По всей видимости, придется делать все-таки какой-то поворот. Блин. А тут не получается у нас. Слушайте. Ладно. Раз не получается, как говорится, хрен с ней. Значит, у нас будет выгрузка вот здесь происходить. Тогда я делаю вот так. И мы видим, что здесь нету маленького совершенно нюанса. Под все это дело нюанс называется стрелки. В игре просто нет стрелок. То есть мы не можем закольцевать всю эту штуку. Это очень неприятный для меня сюрприз. Поэтому делаем просто круговую штукенцию. Вот так вот. То есть вагонетки будут ездить по кругу и собирать все, что возможно и невозможно по очереди. Да, вот так вот очень-очень просто все. Поэтому этот трек я сделаю максимально длинным. Вот так. Чтобы самая последняя башня могла полностью провести за собой все вагонетки. Вагонеток будет много. Окей. Ставим зоны выгрузки. Вот эти вот трубы, которые будут выгружать весь ресурс. Вот таким образом. Давайте проверять. Да, здесь загружается. Здесь, кстати говоря, было уже много. Добавляем теперь вагонеток. По четыре штуки. Я думаю, что этого будет вполне достаточно. Здесь также хватает длины состава рельс, чтобы весь состав полностью мог выгрузиться. Ну-ка, давайте проверим, как это все работает. Первая загрузилась. Есть. Полностью все загрузились. Две вагонетки. Теперь эта вышка пуста. Дальше он едет к следующей. Также загружает вагонетки. Я думаю, с последующими заходами он и эти обнулит. Ну, тут уже места нет. Все понятно. Да, 10 из 10. Я думаю, в следующий заход он и до этой вышки тоже дойдет. Если что, добавим еще вагонеток. В общем, таким образом у нас один вот этот поездик из вагонеток собирает, по сути, все ресурсы с всех трех вышек. Всей железной рудой. Теперь у нас ресурсов здесь просто до хрена. Будет еще больше. Мы видим, как по очереди выгружаются все вагонетки. Это прям вот очень много. У нас теперь ресурсов здесь просто нереальное количество. И нам их нужно теперь переработать. Прожечь как следует. Их у нас будет много. Поэтому нам нужно организовать здесь такую систему, которая бы отлично перерабатывала в очень больших объемах все, что нам поставляется. Для того, чтобы это сделать, нам потребуются конвейеры. Потому что в сам вот этот рефинер идут не трубы, а конвейер. Мы видим, что должны заезжать ящики и должны выезжать тоже ящики. Это означает, что нам нужно будет здесь поставить специальные производители ящиков. Вот такие же, как здесь находятся. Которые будут уже производить ящики. А уже в ящиках мы будем перерабатывать эту самую руду. Для этого мне потребуется еще немножко собрать очков исследований. Вот я их получил только что. И открыть вот эту технологию. Шаг конвейер называется она. Стоит 45 тысяч очков исследований. Я конечно же ее сразу же беру. И теперь будем уже что-то с этим делом думать и решать. Итак, нам нужно построить несколько производителей ящиков. Вот таких. По всей видимости это будет в больших объемах. Поэтому нужно будет, скорее всего, с разных сторон построить их. Давайте я буду сейчас потихонечку строить их по бокам. Я пока не очень представляю, как мне это все здесь сделать круто и быстро. Поэтому я пока сделаю, скажем так, черновой вариант. Мне нужно построить два производителя ящиков. Вот мы видим сразу же, что он в себя забирает все ресурсы. Вот. Они начинают их поглощать. Но пока что не выводят их. Да, потому что просто некуда. Соответственно, что мне нужно дальше делать? Мне нужно, чтобы эти ящики, которые здесь производились, перерабатывались на рефинерах. Вот на этих самых. Соответственно, мне нужно будет построить сейчас... Давайте, я не знаю, вот так поставим. Посмотрим, как... Посмотрим, в общем, как это будет вообще все происходить. У нас есть поворотные конвейеры. Вот поворот вот так. И прям вот сразу. Вот таким образом ящики уезжают и начинают перерабатываться в рефинере. Прекрасно. Давайте поставим рядышком еще один такой же рефинер. Он стоит вроде недорого. 10 тысяч. Так, переработка идет. Прекрасно. И давайте теперь вот так. Поставим еще один конвейер. Тоже поворот направо нам нужен. Вот такой. И протягиваем его до второго рефинера. Прекрасно. Вроде бы все хорошо. Тут я вижу, смотрю, уже ящик торчит, переработанный железной рудой. Как я понимаю, эти производители ящиков справляются. Рефинеры справляются тоже. Если не будут справляться, будем уже разбираться, что с этим делать. Окей, хорошо. Пусть будет так. Теперь нам нужно отсюда забирать эти ящики. Давайте посмотрим, как это делается. И главное, что самое главное, куда мы будем в итоге складировать. Куда мы будем все это дело надевать. Я пока что временно поставлю, наверное, здесь маленький. Нет, маленький. Не буду жать. Давайте. Не буду жаться. Поставлю. Блин. Так не хочет. Слушайте, я могу расширить завод. Серьезно. У меня возник вопрос такой. Блин, неужели я не смогу? Написано, я не могу построить здесь. Блин. Серьезно. Мне придется, в крайнем случае, если у меня не помещается производство, мне придется завод отстраивать заново. Сносить все и заново перестраивать. Если у меня не поместится то, что я хочу здесь организовать. Блин. Это будет не очень приятно. Но, тем не менее, это уже как бы факт. Окей, давайте тогда делаем сборщик, который будет собирать всю эту хрень. Вот отсюда. Вот такой вот он. Он будет закачивать в этот чан. И мне нужно проложить эти конвейеры. Вот отсюда. Ну, наверное, я вот так сделаю. Вот так. Здесь будет у нас поворот налево. И вот так. Смотрите, в чем фишка. Руда, которую мы уже переработали. Это уже даже не руда, это железо. Выкачивается сюда. Но, посмотрите, ящик никуда не девается. Он застревает здесь. И таким образом конвейер весь останавливается. Чтобы этого не происходило, нам нужно поставить разгрузку станции вот сюда. И поставить у нее задачу уничтожать ящики. Вот так вот. Соответственно, все пустые ящики, которые разгрузились, будут здесь уничтожаться. Вот как это выглядит. Посмотрите. Таким образом. Вот видите, они исчезают здесь. Таким образом мы налаживаем идеальный процесс погрузки уже готового железа. Не просто железной руды, а железа. Вот мы даже можем посмотреть. Видите? Утюг. Написано утюг. Боже мой. Ну, это, понятное дело, что это железо. Просто русская локализация считает, что это утюг. Вот так вот. Соответственно, здесь также нету никаких процессов соединения, никаких развилок, веток. Поэтому, чтобы нам перетаскивать вот отсюда, из второго, из вот этого конвейера, нам нужен будет вот такой местный коготь. Мы просто его ставим, который будет перетаскивать с одной позиции ящики на другую. Все очень просто. Посмотрите, как это происходит. И таким образом у нас из двух рефинеров весь груз помещается с конвейера вот сюда. Слушайте, это круто. Давайте теперь проанализируем, хватает ли мощностей вот у этих рефинеров, чтобы перерабатывать. Я вот смотрю, по-моему, не очень хватает. Но пока что, да, пока что вот этот рефинер в запаре. Есть ощущение, что одного производителя ящиков должно хватать на два рефинера, которые будут перерабатывать. Мы этим позже займемся. Соответственно, здесь будем просто разделять конвейеры. Поставим здесь, наверное, третий, а то и четвертый рефинер. Чтобы это все дело быстрее производилось и перерабатывалось. Ну, давайте пока на этом не будем сосредотачивать внимание. Сосредоточим внимание на том, что нам нужно вывозить отсюда это переработанное, обработанное, очищенное железо из вот этого чана огромного. Точно так же будем его отсюда вывозить на вот таких же рельсиках, на вагонетках. Ну, наверное, вот куда-то сюда. Куда-то сюда мы его и будем вывозить. Давайте посмотрим, куда именно. Ну, наверное, тоже нужно будет здесь построить какой-то вот прям большой, огромный чан. Наверное, я вот куда-то сюда его поставлю. Или, может быть, даже вот сюда. Сейчас нужно будет как-нибудь там хитренько придумать. Так, чтобы чан был большой, вместительный, много в себя вмещал этой железной руды. И в то же самое время, чтобы из него было легко и удобно выгружать и производить ящики. Поскольку вот от этой системы я планирую скоро избавиться. Ведь железо по экспорту выходит дороже по денежкам, чем уголь. Тем более переработанный. Ну, это вполне, я думаю, логично. Соответственно, нам нужно будет здесь поставить экспортные трубы, которые будут... А, даже не нужно. Нам просто здесь нужны будут производители ящиков. Вот такие. Мне нужно будет их просто подключить. Вот так вот. Вот такие производители ящиков. Блин, мне кажется, я слишком близко их поставил. Да, 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 да. Я слишком близко это поставил. Поставим чуть-чуть подальше. Давайте поставим ее вот куда-то. Вот куда-то вот сюда. Здесь у нас будет большая разгрузочная зона. Я прям вот планирую, что она будет прям вообще большая и разгрузочная. И прямо охренеть. Окей, давайте поставим здесь... Так, а зачем нам это? Это, блин, это я уже затупил. Это нам не нужно. Нам здесь нужны будут производители ящиков. Много. Вот прям много. Подключаем несколько штук. Ставим вот такие трубы. Пока что поставим 4 штуки. Я надеюсь, что их хватит нам. Ставим производители ящиков. Раз, два. Ну, наверное, пусть пока что двое будет, да. Впоследствии я вот к этим трубам, конечно же, подключу дополнительные, чтобы у нас процесс экспорта из этого чана выгрузки на сами ящики был еще быстрее. Прям вот совсем быстро. Хочу очень, very, very, very быстро. Окей, значит, здесь у нас будут производиться ящики. Что с ними будет происходить дальше? Нам нужно это понять. Ну, прежде всего, я думаю, что мне нужно будет их собирать на один конвейер. Так, а у нас что, деньги кончились, что ли? Серьезно? Охренеть. Так, нет, денежки кончились, но не полностью. Жить будем. Значит, мы должны будем собирать их на один конвейер. Блин, нифига себе, я, похоже, в минусах. Ничего себе. Вот это новость. У нас здесь дохрена руды, а мы не можем ее нормально экспортнуть. Похоже, все, что мы тут с вами настроили, сейчас на данный момент в минус идет. И это прямо вообще грустно. Слушайте. Нам срочно нужно выходить в плюс, иначе просто мы обанкротимся. Давайте я игру поставлю на паузу и попробуем сейчас отстроить здесь систему выгрузки. Значит, мы будем это делать максимально быстро. Значит, мне потребуется. Вот такие конвейеры. Блин, оказывается, конвейеры должны быть только внутри построены. Вот блин, неужели мне придется здесь завод строить? Завод по организации выгрузки всего этого вообще беспредела, которое здесь творится. То есть, мы не можем построить здесь обычные конвейеры. И здесь должны быть только разгрузочные станции. Вот такие. Блин, это прям сюрприз, честно скажу. Окей, тогда ставим, по крайней мере, по одной вот такой штучке. Подключаем. Так, мы ее включили. Приоритет есть. Подрубаем электричество. А, так, на электричество уже бабла нету. Прикол. И, кроме того, мы еще не проложили вагонетку сюда. Блин, столько дел здесь, оказывается. Давайте попробуем проложить систему загрузки. Потому что, блин, она совершенно точно нам явно очень нужна. Для этого мне также потребуется построить вход. Блин, тысячу стоит. Охренеть. Как мне не обанкротиться в нынешней ситуации? Кто-нибудь подскажите. Окей, давайте строить еще одну линию погрузки-разгрузки. Она пойдет у меня вот-вот досюда. Стоит-то дорого, на самом деле. Ребеди, просто охренеть, как дорого. Так, теперь здесь нам нужна будет тоже вот такая линия. Есть. Теперь строим дверь в заводе. По-моему, мы здесь ее не построим. Это очень близко располагается. Блин. Слушайте, я тут себе напридумывал проблему. Вот здесь, если мы здесь построим дверь. Так, получится здесь построить дверь? Давайте посмотрим. Вот здесь получится дверь построить. Проверяем. Прописываются ли сюда рельсы? Рельсы не прописываются. К сожалению, прямо вот никак. Здесь нужны либо большие двери, а большие нельзя построить. Мы не сможем растянуть их. Дверь, к сожалению, только маленькая. Это проблема. Это реальная проблема. Поэтому мы вынуждены перестроить, точнее построить выход в этом здании. Вот тут на углу. Вот здесь он будет. И туда мы пускаем уже вот эту вагонеточную систему. Так, и у нас кончается баблишко. Итак, я построил все-таки эту железную дорогу. Давайте я здесь еще один поставлю конвейер для разгрузки. Вот сюда. Знаете, мне кажется, здесь нужно будет впоследствии все-таки отдельное здание, которое будет отвечать конкретно за разгрузку. Потому что, блин, очевидно, что здесь нужно построить это все более оптимизированно. А все, что оптимизировано, похоже, можно строить только через систему вот этих самых конвейеров и когти. Ох, ё-моё. Ну что, давайте запускать тогда здесь систему вагонеток. Ага, бабла не хватает на систему вагонеток. Тогда мы, наверное, одну вагонеточку-то отсюда уберем и поставим. А, у меня все равно бабла не хватает. Но я в минусах. Ну и ладно, хрен с ним. Мы уже все равно скоро будем готовы для того, чтобы здесь все это дело разгружать. Все-таки я первоначальную вот эту свою систему, которую построил, она все равно хорошо дает профит. Несмотря на то, что у меня сейчас огромные расходы по содержанию всего этого производства, которое еще прибыль не дает, я все равно за счет вот этого изначального производства выхожу в хороший плюс. И это, конечно, безумно приятно, что первоначальный задел меня окупает до сих пор и дает мне возможность отстроить нормальное производство на данный момент, которое только впоследствии даст мне хороший профит. Есть. Так, вот, в плюс уже выхожу. Ну, давайте, все. Первая тележка есть. Успел нажать, прежде чем у меня минус 8 тысяч появилось. Давайте посмотрим, как тележка начнет сейчас... А, конечно, правильно. А трубы-то нету. Чего тележка будет загружать? Ну, блин, трубы нет, конечно же, как, наверное, и мозгов у меня. Ладно, выгрузку... Как только будет плюс, я поставлю сюда выгружающую трубу. Ждем плюса. Есть. Блин, не успел. А, о май гад. Ничего, сейчас еще одна машина подойдет, и... Я получу дополнительную денежку, на которую смогу построить этот трубень. Где бабло? Есть. Успел поставить. Прекрасно. Ну, что же, отлично. Давайте, может быть, даже и сюда добавлю еще одну тележку. Слушайте, расходы огромные. Посмотрите, 13 тысяч в один игровой такт. Это, наверное, час игровой, да, условно говоря. Давайте посмотрим, как она полностью загрузится, и как процесс у меня весь оживится. Потому что у меня здесь фул, здесь почти фул, и не успеваю, грубо говоря. Все это... Все, процесс пошел. Загрузили сразу 8 штук единиц. Теперь все это дело здесь будет потихоньку складироваться. И впоследствии, я думаю, уже теперь отсюда мы будем выгружать переработанную... Что? Она не загрузилась? А, нет, она загрузилась. Все, нормально. Ящички даже здесь появились. Давайте-ка мы немножко перебалансируем всю эту нашу историю. Я несколько единиц вот отсюда продам. Самые крайние вот эти разгрузочные конвейеры, они мне, в принципе, не нужны. Я немножко сэкономлю на этом бабла. И переставлю их вот сюда. Где-то они постоянно забывают, где находятся. Вот разгрузочные точки. Таким образом, я постепенно все свое производство буду переводить с угля на вот это самое обработанное железо. Железо, оно и стоит дороже. Ну и как бы вообще оно классное. Соответственно, мне нужно будет продумать, как мне перенести вот эти остановки. Их совершенно точно нужно будет переносить. Сейчас у нас на один грузовик грузится частично угольная руда необработанная. И частично переносится... О, смотрите, 14 тысяча получил. Нифига себе экспорт какой хороший. Видите, у меня грузовик едет частично с углем необработанным. И с одной единичкой обработанного железа. Железо, оно, естественно, дороже выходит. Здесь это даже, наверное, можно посмотреть. Давайте посмотрим. Железная руда стоит по единице. Угольная руда по единице. Утюг это вот то, что переводится как железо. Само железо уже обработанное. То есть оно, получается, в 10 раз больше, что ли, выходит. Ну, блин, это круто. Это прямо вот очень круто. Надо откатываться потихоньку от угля. Может быть, с ним что-то другое даже делать. Пока еще не знаю, что. И постепенно переходить на экспорт железа. Это будет нам давать действительно хороший профит. Давайте глянем, сколько... Вот даже здесь всего лишь 2 единички. Железо светленького вот этого едет. И это уже гораздо более прибыльно будет. Так, а здесь что? Все 6, нифига себе. Давайте посмотрим, сколько эти машинки нам сейчас привезут. Баблишко. Обычно мы получали 6-7 тысяч за экспорт угля одного такого грузовика. 7500 подороже. А когда все 6, ну-ка глянем. Какой профит? 10 тысяч. Слушайте, нормально. Почти в 2 раз больше получается профит с выгрузки обработанного железа. Ну, то есть совершенно очевидно, что это выгодней. Прямо вот очевидно, что это выгодней. Таким образом, мне нужно увеличивать мощности перевозки. Давайте я добавлю сюда еще вагонеток. Чтобы мы могли уже перевозить 4 вагонетки, а то и 5. 5 вагонеток будет у нас здесь кататься. Это супер будет. То есть перевозка самого железа будет значительно быстрее происходить. Я даже добавлю, учитывая, что вагонеток много, чтобы весь состав загружался, добавлю рельс подальше, до самого конца завода. Давайте посмотрим, как загружаются все. Вот они вот так загружаются. Шикарно. Разгрузка здесь была сейчас не полная, как я понял, потому что просто рельс не хватило. Поэтому мы сейчас рельс продолжим. Как можно дальше, чтобы все вагончики этого маленького поезда... Что, они не захотели все разгружаться? А, нет, смотри-ка, загрузились. Прикол. Ну и отлично. Итак, здесь 6 уже, 6 единиц. Часть пошла в производство этих самых ящиков. Прекрасно. Просто отлично. Слушайте, замечательно. Я очень доволен. Посмотрите, все ресурсы, которые мы только что сюда привезли, уже переработались и уже пошли в ящики. Это просто замечательно. Мы сейчас полностью перейдем на производство железа. Давайте-ка, наверное, мы поставим еще и остановочку сюда. Развернем. Сможем ли мы здесь построить? Сможем, конечно. И ставим приоритет высоко. Таким образом, здесь тоже будут появляться у нас грузовики. Вот, видите, ближайший грузовик уже готов. И его можно загружать как можно скорее. У нас появилось, значит, больше ресурсов, больше поставок. И это говорит о том, что нам нужно больше дронов. Давайте я поставлю еще один дрон-бэй вот сюда. Куда-нибудь сюда, рядом с электростанцией. И куплю еще четыре дрона. Я думаю, они нам сослужат хорошую службу для оперативной погрузки на грузовики. Таким образом, мы сможем гораздо быстрее все это дело экспортировать. Добавлю я здесь, пожалуй, еще парочку вот этих самых разгрузочных станций. Вот так вот. Раз, два. Ну, пока что так. Я делаю ставку все-таки на железо. Пусть его будет здесь как можно больше. Ну что, смотрю. Огромный поезд пятью вагонами. Полностью переведет все, что только мог. Здесь уже осталось 15, я смотрю. Нормально. И в поезде всего лишь уже две вагонетки заполнены. Поскольку отсюда все уже выкачано. То есть, это производство уже не стопорится из-за того, что в этом чане слишком много ресурсов. То есть, мы вывозим максимальное количество. То есть, раз мы вывозим много, значит, мы можем из поставленной сырой руды, мы можем, соответственно, больше перерабатывать. То есть, нам нужно увеличивать мощность, ставят дополнительные вот эти рефинеры. Ну, я думаю, на сегодня, ребятки, все. Это было как-то вот сложно и прям потно-жопно. Как-то вот так я бы даже сказал. Но мы это сделали, довольно-таки получая хороший профит. И я скажу доволен. Если вам понравился видосик, ставьте лайкосики, пишите комментарии, какие у вас есть идейки. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok